посвящаю но это без сомнения нету рационального человека но молодец вам а что вот он придумал свою руку перстами крана 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 христа это был эксперимент эмпирический такой подход кресту что этот опыт дал вот он убедился христос воскрес вот его плотно она уже новая плоть нетленная а рано сохранились ну что ему стоило тирана то чтобы они вообще исчезли начисто поляда там боже мой там всякая не сезия на небесах развита и реанимация и прочее прочее а почему рано то не остались такая деталь имеющая громадный смысл что христос ушел на небо с нашей человеческой болью и мы это знаем благодаря фоне и это вообще это конечно великая проблема христос вернулся на небо хотя он его в общем-то не покидал троица всегда была цельной она никогда не может фрагментироваться и тем не менее ведь как-то экзенциально троица должна была измениться после того же пережил христос здесь на земле и как вот христос пребывает там воплоти воплоти вот великая тема плоть плоти воплощенный бог бог вочеловеченный бог если хотите материализованный вот он тут свою плоть и сбросил ту плоть который вот он облёкся в дозорите и вегле подтвердил это вот эту облаченности или облеченность христа в материю да вот она самая материя пускай дезинтропийно но способна чувствовать более достиги человеческое плод нормальная чеческая плод на науку туда вот и сюда эти высоты трансцендентные несказуемые неописуемые там наша воля пребывает час внутри троица хорошо да это конечно все потрясающие ходы евангельского сюжета именно ходы они неожиданно они разноверны я не буду говорить о том насколько это отвечает скажем позитивистским критериям истины да можно ли верифицировать так сказать рождество христа или его воскресенье неважно в культурном пространстве существует вот это это предание святое предание поскольку но соответствует так называемой векте на реальности это вопрос интересно но мать он не имеет никакого значения для для наших экзенциальных измерений из некая высшая правда и мы в христианстве эту правду конечно же видим теперь хочу вот с вами говорить о том как христа восприняли ближайшие к нему поколение это очень интересно вот христос пришел а вот он он уже заложил основу нашего спасения но это спасение не должно быть даровым это не на халяву все должно делаться мы должны сработничать с христом мы должны церковь создать она уже создана она уже расширяется но вот это только начало 1 2 века христианства на 3 4 4 века через века шла адаптация к христу у меня больше но всякие первые четыре века это самые такие интересные елиси хотя они продолжались до 8 века и сейчас не хватает сейчас эти елиси как правило не являются реминесценцией тех елиси хорошо вот давайте сейчас вернемся к маркион о котором я говорил маркион и лети к маркион вообще чем конечно очень талантливый и яркий судя по всему вот маркион говорил что христос христос да не имел настоящий путь вот это одна из линии которая соединяет сразу несколько несколько не то чтобы ереси ну даже можно сказать ереси доцки ереси но я не почему я у меня не поднимается рука на армянскую церковь которая является монофизистки сказать что церковь и я считаю что это ересь монофизиста а я считаю что это не так ну ладно это вопрос сейчас объясню почему армян вспомнил да здесь вот значит маркион понимает христа как бога не как человек вот эти я возвращаюсь начало лекции богочеловек понятие антиномия понятие аксюмара понятие где два полюса образовали синтез христе эти христе две природы две природы человеческая и божественная обе природы представлены полностью без каких-либо вычетов нераздельно если я вот мы говорим эти слова когда троицу пытаемся понять троица нераздельные слияны но это тоже аксюмаром нераздельные слияны даже противоположные смыслы или нераздельные неслияны а здесь вместе нераздельные слияны эти самые понятия мы используем их рестологии когда говорю о христе что у меня вот нераздельные слияны соединились бог и человек а как мы не знаем но там не было смешения это не какой-то там вообще микстер работал и все смешал Нет, они отдельные. Но в то же время они едины, они едины. Христос это одна личность, одна воля. Мы, православные, являемся дефизитами. Дефизит это значит две природы. Две природы Христии. Брестная человеческая, образующая поразительное единство, поразительную целостность. Монавизитство это утверждение, что в Христе только одна природа. С этим монавизитством мы связываем традицию, которая сводит из того, что в Христе преобладает начало Божественное. А человеческое начало это видимость. По какому плану видимость? Ну да, Христос имел форму тела, имел форму человека. Но это именно форма, это именно личина, маска, лярва, как угодно это назовите. А для чего такая маска была нужна? Ну, чтобы как-то вот облегчить общение с человеком, обеспечить доступный подход к нему. Педагогический прием. Вот такое отклонение называется докетизмом. Докетизм. И вот как раз Маркеный был одним из первых докетов. Первых докетов. Бесконечно любил Христа. Поклонялся Христу. Но считал, что это только Бог. Вот. Вот. Односторонняя линия. Асимметрия вместо симметрии. Уклон в сторону Божественного начала. Монофизиты. Уже более поздние монофизиты. Они тоже самое говорят. Но уже, конечно, используя другие понятия, более развитые, более дилектические, углубленные. Они говорят, ну как же так? Ну разве может человек вместить в себя Бога? Бог – это огонь. Помните, говорит Библия, огонь поедающий. Ну что останется от человека, если на него обойдет Бог? Он сгорит и все. Вот. И к тому же, разве можно представить себе, что вот Бог будет страдать и так далее, и так далее. Нет, нет. Есть только видимость человека в Христе. А в существо своей – это Бог. Но если вы это, собственно, примем, то что произойдет? Произойдет девальвация самого главного для нас. Девальвация страданий Христа. Получается, что Голгоф – это как бы спектакль. Ну да, очень полезный, так сказать, да. Дравоучительный. Но спектакль, розыгрыш. Обман. Обман. Ну а если идеология строится на обмане, то что она стоит? Идеология, религия, философия. Вот это одна крайность. Другой крайность мы связываем с именем Нистория. Идеология, очень был продвинутый, талантливый человек. Вот он считал, что в Христе превладает человеческое начало. Он говорил, что Христос поднялся очень близко к Богу. И Бог его усыновил, да, усыновил. Ну, но. Христос не есть Сын Чеческий в том смысле, какое Ему передает Евангелие. Ну, известная, так сказать, мысль, история. Как это так, да? Богу два месяца. Вот он так вот любил рассуждать над этим Богом. Бог питается млеком. Нет, это быть не может. Это все оскорбление Бога. И вот он выступил с таким проектом. Отказаться называть Деву Марией Богородицей, а называть ее Христородицей. Вот эти вот две крайности. Дагетизм, с одной стороны, и монофизитство. Тут вместе я беру эту крайнюю, это в эту линию. А с другой стороны, мистерианство. Предлагание Бога над человеком, предлагание человека над Богом. И вот на фоне этих отклонений, на фоне этих ересей, как мощно звучит догма, 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 да? Это догмат какой? Христос есть Бог и человек. Это то, что отработали, отработали Вселенский собор. Вот у меня здесь две книжки, я обращаю ваше внимание на эти книжки. Вот Вселенский собор, здесь все семь соборов описано, да, в стихах. А здесь вот немножко ересиархи. Вот я человек такой, знаете, как вам сказать, свободный. Я считаю, что многие ересиархи очень глубокие люди были. И их отклонения, их отклонения от догмы, они были крайне полезны. Они вот брошали равновесие. Отсутствие, это равновесие старались восстановить, и на это тратили величайшее электронное усилие. И благодаря этому родилась великая богатическая литература. Поэтому надо низко-низко поклониться ересиархам. Вот нестория. У меня тут есть поэма, нестория, написана терцинами, как Дантовская божественная комедия. Уже ли Бога родила Мария? Не верится, наш разум слабоват. Нам интересна только эмпирия. На сердце слышит. Ангелы трыбят, несторий. Позабудь свое сомнение. Спаситель нам не только старший брат, он полный Бог. Ты чувствуешь смущение? Такое невозможно объяснить. Возможно ли бесконечное вымещение в конечном? Здесь логическая нить. Навряд ли сможет избежать обрыва. И должен я свое оставить, прыть. Желательно поправка, корректива. Причем здесь эритический уклон. Моя формулировка справедлива. Был Богом человек усыновлен. Это говорит о той же самой истории. И так далее. Вот я здесь дал слово несторию. Дал слово несторию. Ну, здесь, собственно говоря, у меня вообще эти все... Знаете, вот эти ереси вообще чудо, конечно. Ну, это я не знаю тут, чего стоят и арии, и пазипаистиане, и монофилиты, и монархиане. Это вообще я вот в них разбираюсь, в этих ересях до сих пор. Да, ну, вот еще я вам прочитаю. Гиперсонет, это такой усиленный сонет монофизиста. Как раз вот этот диалог у меня будет сейчас восстановлен. Решается Господь на посещение больной земли. Трагичен был визит. Но получит иное освещение наш дольный мир. Сияет и сквозит плоти Иисуса. Это воплощение. Наоборот, узрел монофизит. Здесь в нашей бренной плоти превращение В чистейший дух. Материи грозит инверсия значений. Обращение всех смыслов. И огнем еще не сыт. Пылай фавор. Нет, это не прельщение. Меня сейчас нетварный луч хранзит. Светленный злой выжигая. Что наблюдаю? Масса убывания и нарастания Духоносных сил. Есть мирной и красота другая. К ней прикасание и ее впивание Питали дух. Он дерзко воспарил. Телесностью волой пренебрегая. Чем завершится это прорывание? Вопростовый шесть огнистых крыл. Превращаясь в Серафима. Я написал с позиции монофизитов. Тоже красивая идея стать огнем божественным. И плоти. Зачем она нужна? Ее как бы лаз можно сбросить. Я держусь в догматической линии. И не историю хочу понять. И хочу понять докетов монофизитов. Везде есть какая-то своя изюминка. Понимаете меня? Вот. И вот в этой книжке у меня есть такое эссе. Эвристическое значение ересей. И я сам остаюсь с ересярхом. Я все время впадаю в ереси. И не боюсь этого. Из них выхожу. Это нормально для меня? Вот. Я все время. У меня отбивает физичество. И что же? Так я не знаю. Я считаю, что это нормально. Может это такой постмодернизм всеядный. Ну не знаю. Хорошо. Вот такова мистерия Рождества. И конечно. Хотелось бы еще сказать о том. Какая перспектива намечена Рождеством. А перспектива здесь конечно. Не получается линейное. Будущее. Что нам предсказано Христом? Вот Христос прежде всего говорит о том, что мы должны обожиться. Вот это его главная, главная его линия. Обратите внимание, что он очень мало стращает людей адом. Вообще этим не любил заниматься. Он сразу после воскрешения, сразу же опустился в ад и там много чего хорошего сделал. Вот. Эсхатология христианская. Эта эсхатология, она конечно, более позднее в сравнении с Евангелием. Естественно, в Евангелии эсхатология не может не присутствовать. Она очень сильно там звучит. Но это идея преображения, преображения твари, да? И спасение именно через преображение, через преображение, да? Но вот конкретные механизмы этого преображения выясняются по-разному. По-разному, так? Вот, давайте мы идем за Христом, да? Пойдем за Христом. Что мы, что, чего мы добьемся? Вот давайте это сейчас попробуем как-то проанализировать. Ну, я вот как-нибудь прочитаю вам лекцию о Северной Фиваиде. Мы плохо понимаем того, что живем на земле, где совершались невероятные события. Вот у нас вот здесь на севере, да? Ну, нечто подобное было на фоне. На фоне, то есть, как-никак, очень компактная территория. Но такое было на Синае, конечно. Вот, где жили старцы-эссихасты, старцы-безмолвники. А у нас, наше Фиваиде, это огромное пространство. От Печенки до Обноры, да? До Костромы. Грандиозные пространства. И там люди осуществляли, что? Они шли за Христом. Так. Прямом и точном смысле этого слова. Вот сидит старец. Ну, пускай это будет, скажем, кто. Ну, вот у нас тут есть человек из Кирилла Новоизерской. Анна Федоровна как раз родилась там, где вот он учил. Да, Кирилл Новоизерский был типичным эссихаст, типичным безмолвником. Вот он уединяется в келье, он безмолвник. Молчальник. Он произносит умную молитву. Эта умная молитва стала как бы его врожденным рефлексом. Она никогда не кончается, эта молитва, это обращение к Богу. Это сложная практика, я не могу ее детально передавать, потому что передача, она всегда организирует суть. Так или иначе, Кирилл Новоизерский начинает видеть в себе далеко-далеко в дуннеле там свет. Это не дворный свет, свет, в котором Бог присутствует целиком. Ну вот сейчас это философия стекла здесь развивает. Он идет на этот свет, это, конечно, мысленные движения. И он в этот свет входит. Он вступает с ним в связь, в синергию. Он осуществляет свое обожение. Он осуществляет свое тело, он становится Богом. Вот здесь, на севере, было много людей, уже поднявшихся к Богу. А это люди, которые несут в себя вот эту великую любовь. Бог есть любовь, так? Вот. Это люди, которые эту любовь рассеивали в пространстве. Святые. Очаги святости. Там антропии не было. Это отражалось на людях, на их характерах. Это люди были нестяжательные, милосердные. Это было великое чудо. Вот, прежде всего, мы должны стараться уже сейчас, в миру, этот теорий осуществлять. Он посилен нам. Конечно, в каких-то малых дозах. Но скажу только одно. Если что ты обожился, то ты обожился. И это, знаете, опять-таки нельзя обожиться частично. Бог не делим, понимаете? Ты весь будешь захвачен этим огнем. Хотя здесь меры этого захвата разные. Вот есть прекрасная статья у Флоренского о типах возрастания. Но мы имеем разные потенциалы. Но каждый из нас все равно, при наших потенциалах, имеет равные шансы осуществить теосис в тех пределах, которые ему даны. Хорошо. Так вот это святость, да? Вот это первый путь. Знаете, эти были люди, вовсе не отшельники, вовсе не анагареты. Монахи в миру. Монахи в миру. Которые, может быть, и не были специалистами в умном делании. Но, тем не менее, они тоже осуществляли обожение. Это люди особого благородства, особой доброты, особой сердечности. Их, они миряне, но они святые. Вот они прониклись духом евангельским. И они фактически осуществляли исихаасскую практику. Исихаасская практика – это практика монашества. Это вот Иоанн Листвичник, это… Ну, я не буду здесь перечислять авторов. Это вот все добротолюбие этому посвящено. То есть, опять тому добротолюбие. Вот. Тут нет широкого спектра практик. Это довольно узкий путь. Узкий путь. И он, конечно, наиболее оптимально осуществляется в келье. Но он и миром может осуществляться. Вот надо, чтобы люди пропитывались этим духом. И тогда мир будет светлеть. Тогда будет мир более чистым, более человечным. Или более богочеловечным. Это… Мы, в общем-то, не идем за Христом сейчас. Так. Мы совсем забыли Его завет. И то, что я говорю, это не риторика, это не публицистика. Это правда, понимаете, да? Но это даже видно по иерархам церкви. Вы знаете… Вы знаете, вот страшно, когда вроде как христианцы, христианская церковь, вроде как христианская служба. А Христа там нет. Понимаете меня, да? Я не сужу, это было и сейчас так было, и так раньше было, и так еще только будет. Это и есть исключение из этого. Обязательно и есть. Хорошо. Но тем не менее, надо стремиться следовать духу хотя бы от Нагорной проповеди. Это не получается. Вот не получается врагов-то прощать. Я много раз пытался сделать, и когда очередь в те случаи, как у меня это выходило, я испытывал благодать. Это действительно чудо великое. Вот. То есть Христос нам дал очень много конкретных советов, я так говорю прямо и в лоб, да, советов. А мы их просто не помним. И никогда мы эти советные в жизни так и не пытались провести. Вот Нагорной проповеди, перечитайте. У меня вот есть силы цикл с таком на эту тему. Что я сам и не следую этой проповедью. Конечно же нет. Но если говорить о дальней перспективе, то здесь встает вопрос об апокалипсисе, о страшном суде. И тут намечаются разные варианты. Вот вспомнила она Богослова. Апокалипсис Иоанна Богослова. И Тиан Богослова был ближайшим учеником Христа. Все фигуры уникальные. Вот я сейчас очень много занимаюсь именно последними днями Иоанна Богослова, которые он провел в Афесе. Так. Даже и закончила свои земные дни Богоматерью. Вот он пишет апокалипсис. И с ним общаются хорошие люди. Но в Афесе, да, рядом город Смирно. Там замечательные отцы, так называемые апостольские мужи. Апостольские мужи, которые знали не Христа, а знали апостолов. Апостолов ведь долго жили. Иоанн жил чуть больше ста лет, Иоанн Богослов, да. Вот он написал, вот я вот сейчас считаю документы, где вот есть изъятие, как он диктовался в Апокалипсис. Довольно поздний текст. Не сравнишь с Евангелием Атиана по времени. Так вот, в Апокалипсисе говорится о том, что произойдет преображение. Да, произойдет. Но после преображения останется ад. Останутся вечные муки. Страшная перспектива, на мой взгляд. Я понимаю, что это вот в плане биологическом для церкви выгодная, выгодная линия сюжетная. Изъяв на западной стене, очень часто в храмах изображается страшный суд. Это увещевание людям. Надо их устрашить. Устрашение. Полезная вещь. Но, знаете, я скажу так. В общем-то, вот я оказался в раю. Я спасен. Надеюсь на это. Я знаю, что вот находится где-то недалеко, или далеко, находится ад. Ну вот я сейчас считаю наши апогрифы народные. И, ну да, знаете, как народ рисовал себя. До правого руку рай, налево, налево ад. И тут ровка между ними. Рядом, да? Давайте эту кардину примем, так? Вот я здесь блаженствую, а рядом Берия, или там кто-нибудь еще, да? Мучается. Но я не люблю Берию. Но мне от этих мук-то неприятно, понимаете, да? Вот мне не нравится, что есть зло. Зло осталось. Значит, в апокалипсисе Иоанна Богослова зло не побеждается до конца. А есть апокалипсис Оригена. Ориген говорит, что падшие ангелы поднимутся к Богу. Произведет так называемый апокатастасис. Возвращение падших к Богу. И тогда слой исчезнет. Тогда не будет ада. Второй вариант апокалипсиса. Да еще есть некоторые варианты, да? Я еще хочу сказать. Будущее, которое нас ждет, оно неопределенное будущее. И дело не в том, кто прав. Иоанн Богослов или Ориген. Это вероятие. От нас зависит, какая форма апокалипсиса нас ждет. А вообще, возможно, апокалипсис, который предсказывает, скажем, индуизм. Сжатие вселенной, пролая. Это полный провал всей христианской стратегии. Это полная фиаско идеи, связанной с приходом Христа. И такое возможно. Такое возможно, понимаете, да? Поэтому будущее, оно поливариантное. И вот надо стараться идти к цели максималистичной. Вот я очень люблю Иоанна Богослова. Я считаю себя учеником Иоанна Богослова. Сейчас в этот период у меня будет там лекция. Пока Иоанна Богослова посвящена его апокалипсису. Вот я лично придерживаюсь и Оригеновской линии. Я Оригенист. Ориген наполовину Церкви и Принн. Набыл он осужден. Вот я обрежден Оригенист. И везде я провожу линии Оригеновскую, где только могу. Это мой выбор. И это ничего не отменяет выбора другого. Ну вот мы приближаемся уже где-то к нашему финалу. И я хотел бы сейчас, после заключения, прочитать стихи. Тоже из-за таких Рождества. Но знаете, все-таки самая высшая ценность, какая есть в мире. Ценность, которую мы получаем через Христа. Через Церковь. А я люблю Православную Церковь в целом. Если где-то я сказал что-то критическое, я сказал это о каких-то локальных проявлениях. А в целом я люблю ее. Небесную Церковь. И ее земное отражение. Так и самая высшая ценность – это благодать. Вот мы живем в мире безблагодатном, мы живем в мире богоставленном. А кто знает благодать, тот уже никогда не соблазнится псевдоценностями. Мне в жизни выпало благодати не очень много, но и не очень мало. Я, в общем-то, получил хорошую порцию благодати. Но даже если бы я получил самую маленькую дозу, я все равно бы преобразился внутренне. Но ко мне-то возвращалось регулярно это состояние. Вот. Я хочу просто вам, как бы, в заключении призывать на вас благодать. Как не печалиться, как не рыдать. Я призываю на вас благодать. Вместо дороги шатучая гать. Я призываю на вас благодать. Снова надвинулась черная рать. Я призываю на вас благодать. Каждой душе очуждение печать. Я призываю на вас благодать. Вы разучились любить, сострадать Я призываю на вас благодать Милую землю любите, как мать Я призываю на вас благодать Надо на Бога в беде уповать Я призываю на вас благодать Снова бесчинствует нечиститать Я призываю на вас благодать Крепче держите Меча рукоять Я призываю на вас благодать Все возвратиться И сила, и стать Я призываю на вас благодать Вот такой призыв на колонии регистра Самый хороший финал для нашего разговора Спасибо за внимание, дорогие друзья Вопросы, если есть, пожалуйста Обращаю ваше внимание на книги Вселенские соборы и Ересиархи Их здесь немного Тут вы много еще прочтете И, конечно, вот эти книги Абсолютное, Всеединство Я одно время развивал концепцию Космического христианства Вот эти три книги Это я освежил эту работу Я занимаюсь сейчас другим Но вот здесь как раз попытка Проэкстраболировать христианство на космос На другие цивилизации Таких попыток никто пока не предпринимал Но я как-то вот исчерпал Вот этот момент Вот, если вам интересно Это трилогия Довольно редкие книжки Почти